Аэропорт практически в центре города. Высотные здания в этом городе не строят, потому что они будут мешать самолетам. Как ты думаешь, мне это интересно? Привет, друзья! Это «Орел и решка» и следующий в нашем перезагрузочном списке яркий южный суперкомфорт. Господи, Антон, да назови ты уже этот город и погнали! Хорошо. Это калифорнийский город Сан-Диего! Давай подбрасывать, потому что меня там пальмы ждут, а я тут трачу время с собой. Орел. Орешка. Hello, Сан-Диего! Yes! 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 Все, теперь наконец-то я, богач, сиборит и крутой чувак, а ты, Настя, рюкзачок. Господи, спасибо тебе! Наконец-то! Уху! Тебе туда, вот автобусная остановка. Спасибо! Сан-Диего – это лето круглый год! Это пальмы! Это океан! Это пляж! Э, я извиняюсь, что еще нужно для отличного уикенда? С твоим бюджетом, Настя, ничего. А вот я планирую здесь оторваться по полной. Я с миссией Антон! Мы падаем, черт, мы падаем! В Сан-Диего у меня будет очень редкая, очень яркая и, что самое главное, дрессированная машинка. Ну давай, Барбос, иди к папочке. Что? Рад меня видеть, да, рад меня видеть! Здравствуй, малыш, здравствуй! Какой ты красивый, а! Давай поиграем. Стоять! Ты мой молодец! А теперь лежать! Мой малыш, ты ж мой золотой! Давай, ложись на бочок, я тебе пузико почешу. Хорошая машинка, хорошая! Ну что, давай лапу! Хороший, хороший! Мой Барбос – это Chevrolet Impala 1969 года, из которой сделали лоурайдер. Это обычная машина, которой поставили пневмоподвеску. Простыми словами, воздушные насосы с пружинами, чтобы она могла выдворять разные трюки. Чтобы превратить старенькую импалу в этот золотой слиток на колесах, мой водитель Роб отвалил 35 тысяч баксов. Хороший понт, знаете ли, дороже денег. Три, два, один, погнали! Мои дорогие бюджетные путешественники, у меня для вас отличная новость. От аэропорта до центра Сан-Диего можно дойти пешком. Работник аэропорта говорит, что топать всего 50 минут и маршрут лежит вдоль залива. Все-таки хочется какого-то эксперимента. Ну и плюс экономить – тоже идея хорошая. Не прогадала Настюшка Ивлеева, что пошла пешком. Всего 200 метров от аэропорта и уже порт. Еще и посмотрите, какой красивый. Вот сразу ощущается Калифорния. Все красиво, чисто, богато, уютно, пальмы, птички, небушка. В общем, все в лучших традициях зажиточной американской жизни. Ну здравствуй, солнечный Диего! Встречай солнечного Антона с золотой картой! Сан-Диего, я тебя еще не знаю, но ты мне уже определенно нравишься! Сан-Диего многими считается самым комфортным городом Америки. Во-первых, здесь не так дорого, как в Нью-Йорке или в Сан-Франциско. Здесь не так много бомжей, как в Лос-Анджелесе. И здесь не так серо и убрюмо, как в Сиэтле. Сан-Диего угодил всем. Для тех, кому нужно учиться – тут есть университеты и недорогие развлечения. Для тех, кому нужно работать – банки и крупные компании. А для тех, кто хочет отдохнуть – океан и лето 320 дней в году. Кайфушечный город в чистом виде. Как раз то, что необходимо человеку с золотой картой. Сан-Диего – это признанная столица экстремальных развлечений в Калифорнии. Здесь просто грешно провести умилые выходные. Так что вперед! Только драйв и адреналин! В этот уикенд я буду экстремалить по-черному. Моя первая экстремальная активность – мокрая. По катушке на скоростной лодке «Фантом». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Только разукрасит, а! Никаких ограничений скорости! Никакой разметки! Топил на максимум и ловишь брызги счастья! Я полностью мокрый! Честно, я давно не помню, чтобы я так по-разтоящему кайфовал на каких-то покатушках. Это нереально круто! Я полностью мокрый, но я счастлив! Лодка нужна не только, чтобы погонять по заливу Сан-Диего, но и чтобы хорошенько разнакомиться с городом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С вами говорит капитан Птушкин. Мы рады приветствовать вас на борту. Внимание! Поверните голову налево. А вашему обзору открывается великолепная панорама на Даунтаун. Снова поверните голову налево. Перед вами лежбище морских львов. Наслаждайтесь! Морские львы – это, конечно, забавно, но главные жители залива – это корабли. Дело в том, что Сан-Диего с океаном разделила коса. И получился вот такой удобный кармашек для кораблей, как парковка. Так что корабли здесь чувствуют себя абсолютно спокойно, как овечки в загоне. Ну а за главного здесь – огромный авианосец Мидуэй. До 1965 года он был самым крупным авианосцем в истории флота США. На нем могло поместиться 61 воздушное судно. Он просто огромный! В прошлый раз Регина ходила по нему. Но реальные размеры авианоса осознаешь только, когда находишься под ним. Чувствуешь себя, как маленькая мышь под огромным шкафом. В порту Сан-Диего сложно не заметить еще одну достопримечательность города. Я пришла в самое фотографируемое место в Сан-Диего. А именно… Красивейшей и романтичной статуей, которая называется безоговорочная капитуляция. И кстати, у нее безумно интересная история. Эскизом для статуи стала фотка, которую вы точно видели хоть раз в жизни. На ней моряк целует незнакомую медсестру. В тот день в США узнали об окончании Второй мировой войны. И все целовались от счастья. Представляете? Только спустя 60 лет мир узнал, кто же они, эти люди на фото. Запомните их имена. Глен Макдаффи и Эдит Шейн. Те самые морячок и медсестричка. Я обычно уже хотела себе такую фотку. В аэропорту меня не обманули. С остановками я дошла в центр всего за час. Гуляя по даунтауну, понимаешь, Сан-Диего – это город-отличник. Все наши стереотипы про качественную американскую жизнь – здесь реальные вещи. Чистейшие улицы, ровные дороги, подстриженные кустики. Да что говорить, здесь даже небоскребы строят под линеечку. Не выше 152 метров, чтобы не мешать самолетам идти на посадку. Здесь не просто стеклянные небоскребы. Они с какой-то ноткой душевности, романтики, историей. Что делает город необычайно… уютным. В лучших традициях моего бюджетного существования, конечно же, я в поиске дешевого жилья. И я приехала в район Хилкрест, где и находится мой хостел. Америка никогда не баловала бюджетного туриста дешевым жильем. Три года назад Регина отдала за койку в общей комнате аж 35 баксов. Здесь нет ни одного ящика! Здесь даже стульев нет. В хостеле Хабиби тоже просят 35 баксов, но не за одну койку, а за целый номер. Слушайте, в таком дорогом городе, как Сан-Диего, своя личная комната за 35 баксов, это же потрясающе. Две кровати. Одна для моего рюкзачка, а вторая для меня. А самое классное, что никто меня не увидит. Как я сплю, храплю и мои слюни вытекают на подушку с открытым ртом. Хотя, наверное, я все-таки погорячилась. Просто посмотрите на этот номер со стороны. Привет! Привет, дружище. Прикольно, да? Такая свободная система общения. Все все видят, все все знают, вопросов ни у кого никому нет. Все номера в этом хостеле просматриваются насквозь. Дизайнеры хотели, чтобы люди в таких условиях освобождались от комплексов и не стеснялись быть у всех на виду. С одной стороны это оригинально, но с другой чувствуешь себя рыбкой в аквариуме, на которую все смотрят. А у меня по расписанию очередная экстремальная активность. Улетная! Кукурузники для слабаков! Сегодня я решил не просто оторваться от земли, а оторваться по полной! Класс! Знакомьтесь, моя птичка! Пилотажный моноплан Экстра 330 ЛС! Вау! Так, все-все, надо держать себя в руках, я сейчас пойду его обнимать просто. Ооо, какой он нереальный! Хочется, чтобы сейчас заиграл в гимн Америки и я просто вот так вот стоял бы. Это не просто самолет. Это воздушный акробат. Он специально создан, чтобы выполнять головокружительные трюки и фигуры высшего пилотажа. И вот сегодня я по-настоящему почувствую, что такое перегрузка, что такое вот эти вот смертельные вращения. Вау! Как говорят американцы, I'm excited. Главное не заблевать все. Вот если хорошо все, вот если все безопасно, зачем тебе парашют? Вот зачем тебе он нужен? Ну вот и tengo смысла. Так вот, можно чего я выбрали. Туристы с рюкзаками. Внимание! Экстрим Сан-Диего доступен, даже если у вас в карманах гуляет ветер. В одном горном-горном районе Лахоя есть глубокое-глубокое ущелье, по дну которого проходит опасная-опасная тропа. Здесь ее называют тропой Хошимина. А ведет она к красивому-красивому пляжу Блэк-Бич. Водушевляет. Поговаривают, что эта тропа нелегкая, но отсюда, кажется, вообще… Глупости какие-то, мы и не такое проходили. Я вас умоляю. Настюшка паркур здесь. Ого! А вот здесь уже шутки кончились. Ай, беру свои слова назад, ребят. Мамочки… Ого! Господи! Как это смешно! Повелись, да? Глупцы! А мы тем временем продолжаем нашу увлекательнейшую экскурсию. Моя группа не отстает? Молодцы! Все как в ряд! Мои самые лучшие несуществующие друзья! Пойдем. Это же тоже мой друг! Все живы! Ух ты! Вау! Единственное, за что я переживаю, это за то, чтобы не испачкалась моя одежка. Все остальное, как я и говорила, детский сэр. Штаны на лямках. Женщина, вам плохо? Через 10 метров становится реально не до смеха. Дальше детская тропа превращается в практически непроходимый путь в узком ущелье. Вау! Да, здесь уже не спустишься. Ну-ка, Артемка, давай-ка буксируй меня назад. Тихо, я жива, я жива. Это так и было задумано для того, чтобы показать вам, если вы падаете, как нужно группироваться, да? То есть вы упали и такие, все, все будет хорошо, не благодарите. Это ад для клаустрофоба. Кажется, еще чуть-чуть и эти скалы сожмут тебя, как сосиску в хот-доге. Ох. Ох. Поначалу кажется, что это самая скучная воздушная акробатика. Но как только ты расслабился, пилот начинает делать выкрутасы. Переворот! Пошка! Пошка! Гребушки, воробушки, пятые в зонтике, молочка! Мертвая петля! Субтитры делал DimaTorzok Я думал, что это все, но самое страшное оставляют на финал. Фигура Хаммерхед. Пилот отключает двигатель самолета. Я вижу дым, я вижу дым, я вижу землю! И ты летишь в свободном падении практически до самой земли. Что, вашу мать, происходит? Ужипал! Я мокрый, как плакчица 3-го разряда. Высший пилотаж – это когда твои печень, почки, селезенка, сердце, обнявшись за ручки, водят хороводы. Дайте воды, ребята, иначе меня сейчас вывернет наизнанку. Ребят, честно, после такого экстрима ты на два часа просто выпадаешь из жизни. Не, так лучше. Открыть глаза просто нереально. Звуков ты не слышишь. И перед глазами калейдоскопы. Все. Тебе хана. И вот он, любимый, дорогой сердце, каждый раз ни на что не похожий, прекрасный бескрайний океан. Привет, океан! Ой, это же тихий океан. Привет, океан! Как ты тут без меня? Пока нас не было, в Сан-Диего открылся дорогой стейк-хаус Born&Raced. Дорогим он считается по двум причинам. Этот ресторан обошелся хозяевам в 6,5 миллионов долларов. А еще, тут не стесняются брать 150 и даже 200 долларов за кусок жареного мяса. Состоятельному туристу грех тут не отметиться. Элитненько. А у меня, как обычно, бюджетненько. Доллар 79 и жирный пакет маршмеллоу в моей власти. Пойдем жарить. В Сан-Диего есть одна романтическая традиция – собираться большой компанией, разжигать большой костер и жарить любимое лакомство американцев – маршмеллоу. Очень напоминает наш зефир. На заметку бюджетным туристам. К костру можно подойти со своим зефиром и никто тебя не прогонит. Привет, ребята! У меня есть маршмеллоу, но у меня нет фоя. Я могу использовать ваш фоя? Ха-ха-ха-ха-ха. В стейкхаусе Born & Raised удивляют искушенную публику не только вкусным мясом, но и открытой кухней. Любой желающий может наблюдать приготовление своего стейка от холодильника до тарелки. Давайте посмотрим, как это происходит. Прямо в зале стоит камера сухого вызревания мяса. Здесь томятся ребрышки молодого бычка породы абердинский ангус – родом из Австралии. С ребрышка срезают лишнее мясо, жир, рассекают ленточной пилой и получают сырые стейки. Этот парень так ловко орудует пилой, что мне даже страшно спрашивать о его прошлом. Дальше этот здоровенный мясной лапоть несут на жарку. Жарят его не на плите, а в настоящей адской печи. Пока он будет готовиться, давайте-ка я вас научу разбираться в стейках. Филе миньон. Нет, это не мясо миньона! А по-простому вырезка. Это самый мягкий стейк без прожилок. Тибон стейк. Мясо на кости в виде буквы Т. У него прожилок больше, но и вкус у мяса уже более насыщенный. Рибай стейк. Мясо на длинном ребре. Самый сочный и ароматный. Его я и выбрал. Кстати, стейки готовят на кости не просто для красоты, а чтоб костный мозг придал мясу особый аромат. А еще кости равномерно распределяют тепло во время жарки. Стейк не портят никакими гарнирами и соусами, только присыпают крупной солью. Анастасия. Самое удивительное, что у костра собираются незнакомые люди. Но в такой обстановке прекрасный вечер и новые друзья вам обеспечены. Я конечно пробовала маршмеллоу, но никогда не жарила его на костре. Совсем другой вкус. Класс. Он внутри становится таким растекающимся, нежнейшим, а снаружи появляется корочка и есть его гораздо приятнее. Анастасия. Господи, ты боже мой. Посмотрите, он огромный. Мама дорогая. Если бы мне сейчас одеть меховые шкуры, я буду похож на неандертальца. С этой костью, с этим огромным кусмяром мяса. Ммм, белиссимо. Цвет просто изумительный. Прожарка мяса здесь medium-rare, то есть мясо близкое к сырому. Но по вкусу оно сырым не чувствуется. Вы, конечно, будете смеяться, я знаю, что люди с золотой картой обычно еду домой не забирают. Но я просто не могу себе позволить оставить эту вкуснятину здесь. Сан-Диего. Сорри. Сорри. Кенай. Тейкит. Уэй. Уэй. Тэнкс. Еще одна новинка Сан-Диего – запредельно роскошный отель Пэндри. Его постройка обошлась в 120 миллионов долларов. Самые дорогие номера тут выкуплены на год вперед. Поэтому я взял просто дорогой за 500 долларов в сутки. Очень мило даже. Конечно, сейчас вам в телевизоре кажется, что этот номер очень маленький. Я открою тайну, он такой и есть. Вот ничто в нем не выдает дороговизны отеля. Но вся фишечка, она в деталях. Вот смотрите. Все виды снеков. Зарядочка. Переходники. Ну это же приятно. Романс кит. Два презерватива. Массажное масло. Все. Лубриканты мы ставим. Ну вы поняли. Смысл вы поняли. То есть люди даже об этом позаботились. Мамочки мои. Мне кажется, что в этом номере должна быть Ивлеева, а не я. Потому что здесь набор алкоголя просто на пятерых. Друзья мои, чтобы вы понимали, что это дорогой отель. Элитное шампанское. Ну понятно же, что сюда бедные люди заселяться не будут. Дальше. Посмотрите, как приятно. Велком мистер Птушкин. Люди знают, кто сюда заселяется. Посмотрите, друзья. Стильная трубка черного цвета. Его совершенно не стыдно взять в руку и приложить к богатому дорогому уху. Алло. Алло, это ресепшн? Лайк вашему отелю. Лайк и репост. Как приятно вернуться в свой аквариум. Ну все, друзья, спокойной ночи. Я тут подумала, это же свободный хостел. Не буду закрывать шторы. Добрый рано! Великолепно. Добрый рано! Утром второго дня меня ждала еще одна доза экстрима – парахоукинг. Это полет на параплане, но не простой, а с соколом. Итак, знакомьтесь, моя улетная команда. Дэйв – пилот и сокол по кличке Банку, то есть Борис по-нашему. Полетели! Сокол – это самое быстрое существо на планете. Он может развивать скорость до 300 км в час. Итак, как выглядит аттракцион? Ты летишь с палкой, на которой лежит кусочек мяса. Инструктор подзывает птицу особым свистком. Да и позывает его, как будто это пес воровой. Хочется думать, что сокол с нами не только из-за мяса. Вау! Если для нас это экстремальное развлечение, то сокол воспринимает это как настоящую охоту. Спасибо, что воспользовались услугами нашей авиакомпании. Это было очень весело! Ни самолет, ни вертолет, ни даже воздушный шар не даст вам такого ощущения полета, как вот эта штука. Слезы наворачиваются. Это настолько круто, настолько невероятно, ты не слышишь звука двигателя. Ты видишь только эту птицу, которая входит у тебя слева, справа, парит, ты ее кормишь постоянно. Это невероятно, это мой воздушный буро, посмотрите. Привет, чувак! Это было… Дай пять. Когда рядом с тобой летит птица, ты вообще забываешь, что ты человек, ты чувствуешь себя птицей. После приземления, хозяин выдает Борису заслуженную добычу, за которой он охотился в воздухе. Оооо, черт! Проглотил эту лапу, полностью, даже не разжевывая. Спросите, что делать бюджетному туристу на второй день в Сан-Диего? Конечно же, идти на пляж! Мне кажется, другие города завидуют Сан-Диего. Ему всегда тепло, у его ног плещется тихий океан. Здесь абсолютно все расслаблены, загорают и катаются на серфе. Должен вам кое в чем признаться. За восемь лет существования программы «Орел и решка» мы до сих пор не показали вам самый крутой в мире зоопарк. Сегодня мы исправим это недоразумение. Эй, привет! Вот всем, кто при слове зоопарк сделал протяжное… Я смело заявляю, зоопарк Сан-Диего – это главный зоопарк мира. Просто представьте, что всех животных планеты собрали в одном городе. И этот город выглядит вот так вот. Зоопарк Сан-Диего – это настоящий Ноев ковчег. Сюда поместили 650 видов животных и птиц. Зоопарк обслуживает 500 человек. И его бюджет, как у нашего областного центра. Это больше, чем зоопарк. Это высокотехнологичный парк развлечений. Над ним можно пролететь по канатной дороге. Здесь есть траволаторы, подвесные мосты, курсируют автобусы. Это не то, что у нас – ходить между вонючими, грязными клетками. Ух ты! Здесь все сделано так, чтобы животные чувствовали себя, как дома. О-о-о-о-о! Зебра! Хотя нет, после виденного – это просто зебра. Без ох. Кому-то саванна, кому-то оазис, а кому-то лес со снегом. Тут зверушки живут в своей среде и даже не подозревают, что за ними наблюдают. В дикой природе я бы так рассматривал гиппопотама примерно пару секунд. Именно столько нужно гиппопотама, чтобы сожрать 65-килограммового парня. Вообще здесь, знаете, здесь как будто все не по-настоящему. Вот ты правда смотришь на картинки какого-то фильма. Белоснежный песок, как нам показывали в кино, волны, люди счастливые, чилят, кайфуют. Либо со мной что-то не так, либо там действительно собака катается на серфе. Как она так едет по волнам? Это удивительно, но в Сан-Диего так фанатеют от серфинга, что ради прикола начали учить своих домашних питомцев ловить волну. Это увлечение теперь главное занятие всех собачников города, а для туристов – новая фишка Сан-Диего. Тут все серьезно. Собакам-серферам выделили отдельные пляжи. Разработали специальные доски с мягким покрытием, чтобы не разъезжались лапы. Пошили спасательные жилеты и даже придумали собачьи очки от солнца. Смотрите, как они лифо это делают! Лучше, чем серферы-новички. Чтобы вы понимали, здесь даже проводят соревнования среди собак-серфингистов. Эти соревнования благотворительные. Организаторы собирают деньги и отдают в собачьи приюты. Вот так дурацкая шалость превратилась в благородное дело. Это Америка, детка! В зоопарке Сан-Диего решили не просто показывать животных, тут решили удивлять. Смотри, Сань, птица-пассатинжи. Очень удобно с собой брать в поездку. Здесь собрали самых необычных зверей в мире. Самых редких из красной книги. Вы таких животных никогда не видели. А названия у них вам вообще покажутся инопланетными. Бабируса, Бинтуронг, Кукабара, Казуар, Сифака, Ехидна, Фоса, Кинкажу, Сиаманг, Китоглав, Пангалин, Бамбат. Это не зоопарк, это просто какой-то альманах фантастические твари, где они обитают. Фух, про всех, конечно, и двадцати программ не хватит рассказать. Так что расскажу я вам о самых интересных. Этого зверька зовут Акапи. Кажется, что природа смачно прикольнулась над Акапи и приделала ноги зебры лошади. Еще и фиолетовый язык в довесок. На самом деле Акапи – это родственник жирафа. И язык у него длиннющий, как у жирафа. Он нужен зверю, чтобы цеплять листву деревьев, как на липучку. Я смотрю, что природа поиздевалась не только над Акапи, но и еще над привычными нам поросятками. Эта дикая волосатая свинья – ошейниковый пекарь. Она ж больше похожа на какую-то жирную, мохнатую крысу. А вот то ли бобр, то ли заяц без ушей. Копи бара – морская свинка, которая переела глютена и ГМО. Теперь она выглядит вот так. А вот, посмотри! То ли недослон, то ли пересвинья, а на самом деле это зверь-тапир. Класс! Чтобы посмотреть на всех зверей в разных уголках мира, нужно потратить пару лет. А в этом зоопарке можно увидеть все то же, но за пару дней. И что самое крутое – это классный отдых для всей семьи. Как же закончить эти безумные выходные? В принципе, у меня было все, кроме, пожалуй, вечеринки и джакузи. Значит, надо объединить это в одно. Итак, знакомьтесь, моя безумная команда. Здравствуйте, ребята, меня зовут Антон, но вы можете назвать меня просто мистер Антон. Есть, мистер Антон! Молодцы! Ну что, ребятки, let's get party started! Популярное развлечение среди богатеньких туристов в Сан-Диего – джакузи на лодке. Но у меня еще заказан диджей, бармен, симпатичные девочки и барбекю от капитана. За два часа катания на такой лодке я отдал еще 500 баксов. Итого полторы тысячи долларов и у меня персональная вечеринка! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Джакузи на воде – это очень крутая штука. Плаваешь себе по заливу, греешься в горячей водичке, пьешь охлажденное шампанское и зажигаешь на полную катушку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Сан-Диего влюбляются все, без исключения. И те, кто хочет поставить жизнь на паузу, отключить телефон и скрыться от всего мира на побережье океана. Привет, океан! И те, кто хочет получить взрывную дозу адреналина… Я полностью мокрый, но я счастлив. И выжать все соки из себя и золотой безлимитной карты. Сан-Диего! Я люблю тебя! Кайфушечный город в чистом виде. Это так и было задумано. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие наши телезрители, мне для вас вот ничего не жалко. Я сегодня даже думал вместо 100 долларов в бутылку спрятать золотую карточку. Но горлышко слишком узкое, оно не пролазит. Поэтому 100 долларов, записочка, ну и бутылочка. Клад в Сан-Диего мы спрятали в районе Лахойя, в самом конце улицы Парк Роу. Пройдите 100 метров до обрыва, поверните направо и топайте к белому мостику. Снова поверните направо и загляните под ступеньки. Оп! Второй пролет, третья ступенька. Удачи! Так, молчи, ничего не говори мне, как в Сан-Диего, я сейчас сам все пойму. Так, обувь у тебя грязная, значит, по-любому лазила по пляжу. Песок, вроде молодая, песок уже сыпется. Собачья шерсть, что ли? Это что, псиной прет? Собачатиной. Все, Катушкин, прекращай. Что ты тут устроил? Сейчас я тоже расскажу, чем от тебя пахнет. Ну давай. У тебя пахнет высотой, смелостью, экстримом, прям геройством в тушке. Было чуть-чуть, да. А ты хорош, хорош. Ну ладно, мне неудобно. Сан-Диего классный город, скажи. Абсолютно точно. И ты знаешь, я с удовольствием вернулась бы сюда еще раз. И вам, дорогие телезрители, советую прямо сейчас бежать и покупать сюда билеты. Я уверена, вам понравится. А мы пока полетели перезагружать в следующий город. Вы же не против? Конечно не против. Ну конечно не против. Мы же просто пуш. Мы с Антоном просто пуля. Пушкля. Главная сработанная команда.